Девушки отдыхают В День отмечают более 5 миллионов студентов нашей страны. Как известно, святая Татьяна считается покровительницей учащихся. Импровизированный цыганский табор сопроводил ректоры КФУ Льшата Гафурова и почетных гостей в культурно-спортивный комплекс УНИКС. КФУ – это университет мирового уровня, ведь у нас обучается более 4 тысяч иностранных студентов. Поэтому одной из главных особенностей в этом году были интерактивные площадки самых различных народов мира, на которых по своим традициям и обычаям они предсказали университету дальнейшее процветание и успех. Кульминацией перед началом праздничного концерта стало выступление Татьян. Девушки в изумрудных и бордовых платьях исполнили вокальный номер валенки и преподнесли гостям праздничный торт. «И валенки, если лагунять, валенки да валенки, в день Татьянин университета!» Как рассказывают сами участники праздника, подготовка была изнурительной, но все понимали, что этот праздник сближает всех – и преподавателей, и студентов, которые радуются в этот день не только окончанию сессии, но и такому светлому празднику, как Татьянин день. Атмосфера этого праздника была невероятно сумасшедшей. То есть это были каждый день какие-то репетиции, каждый день это подборка костюмов, каждый день это генпрогоны. То есть это очень-очень все организовано, очень все импульсивно, очень все приятно на самом деле и интересно. «Ой, я очень люблю, обожаю этот праздник. В прошлом году я даже посетил этот концерт, потому что мне очень нравится. Там было клевое выступление, которое там было вообще. У меня от этого получились очень позитивные эмоции. Так что я это жду, но в этот раз я участвовал сам, так что меня это очень сильно радует». Концерт в Казанском федеральном начался с торжественных слов ректора КФУ Ильшата Гафурова. «Многие задают вопрос, а кто постановщик, кто режиссер, а кто участник? Ответ очень простой. Казанский университет сегодня самодостаточная организация, которая развивается по всем направлениям, достаточно сбалансирована, в том числе и в творчестве, в спорте, в науке, в образовании, чему я очень рад и благодарен. И преподавательскому составу, а самое главное – нашим студентам, без которых университет просто не может существовать». Со сцены концертного зала поздравляли не только студенты, но и почетные гости, которые в этот день не могли не посетить любимый альмаматор. «Университет – это безграничные возможности. Университет – это путь к успешной карьере. Университет – это друзья в эти студенческие годы на всю оставшуюся жизнь. Университет – это, конечно, всегда свобода. Это всегда огромное количество дискуссий. Это всегда своя точка зрения, своя позиция». В этом году концертная программа отличалась и своей оригинальностью. Гости стали свидетелями зарождения истории Дня российского студенчества от 18 века и до нынешних времен. «Казалось, что мир не изменит столетия, и праздник продлится всегда!» На сцене блистали талантами юные вокалисты, танцоры, музыканты и актеры. Отличным настроением заряжали самые веселые и находчивые ребята сборной Лиги КВН КФУ. И юмористические видеоролики от творческого объединения «Громкие рыбы». «Поднимай руки на век! 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 Век!» Без всякого сомнения героинями праздника стали Татьяны. На сцене в этот прекрасный вечер, которых было ровно 22, которые поразили своей женственностью и грацию и обремили выступления своих именитых тезок – Лорионовой и Водопьяновой. Мы имеем потрясающие результаты, и все эти результаты совместны с Федеральным университетом. И то, что в 2014 году в список ЮНЕСКО вошел древний болгар, вообще заслуга вашего преподавательского состава, профессорского состава, студенчества огромное, колоссальное. И то, что мы в этом году вместе с вами постараемся включить в этот список ЮНЕСКО, я думаю, что это очевидно. Спасибо вам за это. Трогательно видеть сегодня знакомые лица, и, конечно, сразу же нахлынувают разные-разные воспоминания, ну и чувство гордости. Гордости, что из этих стен, что есть в памяти, то, что называется временем студента. Каждый помнит ту кропотливую, долгую подготовку к экзаменам, а в том числе и неугасающую традицию кричать «Халява, ловись!», которую предложили вспомнить почетным гостям и ректору университета. Поздно, как говорят. Халява, ловись! Халява, ловись! Поддерживаем, поддерживаем, друзья! Теплые слова поздравлений прозвучали от студентов Московского государственного университета имени Ломоносова и Крымского федерального университета имени Вернацкого. Татьянин день свидетельствует о том, что праздник всегда отмечали молодые люди, желая подружиться и отвлечься от сессий. Ведь студенты никогда не упустят шанс отдохнуть от долгого и нудного учебного процесса. Диана Шилова, Роман Самарин, Универ Ньюс.